Заметили, сколько анонсов, сколько подробностей о грядущих обновлениях и нововведениях, но всё о ПВЕ, про Гарнила пока молчали. Молчали до этого момента. Привет, Страж, ты смотришь канал Трипл Вайб, и давайте сегодня наконец поговорим о том, что Банжи приготовили для ПВП игроков 4 сентября. В последнем выпуске на этой неделе в Банжи зашла речь о Гарнила наконец-то. Как изменится оружие в следующем сезоне, как вы будете его экипировать, как вы будете адаптировать его под себя, как вы будете зарабатывать боеприпасы, необходимые для его использования. В Банже уверены, что эти вопросы мучают многих игроков, и они ведь правы. Я вот очень люблю ПВП, но в том виде, в котором оно представлено в Destiny 2 на старте, да и до сих пор, я не могу от него получать того удовольствия, которое получал в первой части, даже близко. Тогда я засиживался в Гарниле до поздней ночи, а сейчас я скорее больше наслаждаюсь ПВЕ. Разработчики отметили, что некоторые из характеристик не поддаются объяснению, и поэтому анонсировали отдельный стрим, посвященный Гарнилу. Во вторник, 7 августа, в 8 часов по московскому времени пройдет тот самый эфир. На канале Трипл Вайб будет русский рестрим, разумеется, как всегда, так что не пропустите, буду вас ждать. Самым главным анонсом стрима стала фраза старшего дизайнера игровой среды Джона Вайсневски. Наряду с ячейками оружия и боеприпасами мы сбалансировали время на поражение цели Time2Kill в Гарниле. Нужно ли Банжи было что-то еще сказать, чтобы все ПВП-сообщество выдохнуло с облегчением? Изменения ТТК игроки просят уже... да... да с релиза его просят, камон! ПВП, завязанное на тимшоте, без возможности нормально затащить матч в соло в режиме испытаний. Все это ужасно утомляло игроков, которые пришли в Destiny 2 из оригинальной игры. Уменьшенный ТТК позволит сделать игру быстрее. Вы будете быстрее убивать соперников в Гарниле. У вас появится больше вариантов в выборе комбинации из оружия благодаря изменениям в слотах. Пока что у нас нет точной информации о цифрах, о том как именно будут скорректированы эти цифры, будут ли револьверы убивать с трех попаданий или импульсные винтовки расплавлять за три берста, как будут работать автоматы, но на недавно вышедшем видео от Game Informer, посвященном как раз ПВП, самые внимательные игроки уже обращали внимание на то, что цифры урона от автомата, с которым играет журналист, заметно отличаются от тех, что есть сейчас. Сравнивали на одном типе автоматов с одинаковой скорострельностью, так что все честно, вот вам скриншот. Почему все это вопросили? Почему это самое главное позитивное изменение для Гарнила? Да потому что это меняет все. В прямом смысле все! Скорость игры, реакции, возможность совершенствования своих навыков. Игра в Гарнила первой части была в разы более зависима от индивидуального скилла каждого игрока, нежели во второй части, где тимшот, беготня толпой друг за другом помогает выиграть раунды в каком-нибудь железном знамени даже самым неумелым игрокам. Вот сами можете посмотреть и сравнить время убийства с оружием одного типа в первой части и во второй. Сразу поймете о чем речь. Эмоции от игры в режиме каждый сам за себя были куда острее. Чувствовался накал игры, ты понимал, что шанс перестрелять соперника у тебя зависит только от твоих умений, а не от того, есть ли у тебя силовое оружие или стрелял ли кто-то в твоего оппонента вместе с тобой. А уж сколько клатчей 1 в 3 в испытаниях было, за год игры в Destiny 2 и четверти количества не набралось. Так что я буду невероятно сильно рад уменьшению ТТК, этого лично я ждал с релиза, а то и с беты, уже тогда ПВП вызывало некоторые вопросы. Так, так, я вижу, ты хочешь снова написать в комментариях, что тебя просят платить за это, за изменение, которое должно было быть на релизе. Ошибочка, изменение раскладки оружия, системы слотов, иначе говоря, как и вероятнее всего изменение ТТК, появится в игре бесплатно еще с обновлением 2.0.0, 28 августа. Так что у тебя будет шанс все опробовать, проверить и решить, будешь ли ты покупать дополнение, продолжив играть или... ну его. Даже предзаказ успеешь сделать, если постараешься. В общем, я сейчас серьезно, если изменение ТТК будет на уровне оригинальной Destiny, то это лучшее, что возможно сейчас сделать с Гарнила. Но что-то мне подсказывает, что будет разница процентов в 30-40, что в принципе тоже неплохо и даст возможность разработчикам оценить это направление, и например через полгода еще как-то сбалансировать эту историю. Так или иначе, повторюсь, я невероятно рад. Да любой адекватный фанат Гарнила будет рад такому, так что не забудь поставить лайк, подпишись на канал и следи за новостями в группе ВКонтакте, там еще больше инфы и статей. А с 31 июля стартует ивент Солнцестояние Героев, так что в следующем видео поговорим о нем, а я пока прощаюсь, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok